Добрый день, я всех приветствую, меня зовут Борис Симис, компания Postive Technologies и я хотел бы сегодня поговорить о новых тенденциях и трендах в области кибербезопасности. Мы будем говорить вместе с Владимиром Елисеевым, компания инфосистемы JET, генеральный директор. Друзья, я бы начал нашу беседу со своей историей. Я занимаюсь информационной безопасностью почти 20 лет в разных ипостасях. Был инженером, консультантом, руководителем и так далее. И вот когда вдруг я занялся информационной безопасностью в своей собственной компании, одним из акционеров, которым я являюсь, я прям понял какую-то совершенно другую историю. То есть, когда ты находишься на одной стороне рынка и ты предлагаешь свои решения, внедряешь их, это одно. А когда ты, по сути, платишь из своего кармана и другим акционерам объясняешь необходимость затрат на информационную безопасность, это прям совсем другое. То есть, когда к тебе приходят люди и говорят, Борис, отдай нам 20 миллионов рублей. Я говорю, зачем? Мы купим фэрволы, антивирусы. Я говорю, молодцы. Что у меня будет после этого? Нас не могут взломать? Могут. А тогда зачем? Мы ежеквартально даже проводим аудиты самих себя. И мне надоело, что мы все время себя ломали. Ну, сколько можно? Да, у нас сильные хакеры. Ломают, 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 ломают. Я говорю, друзья, мы готовы дать денег на свою безопасность, но если наши хакеры не смогут нас взломать. И долго думали над этой темой, и в итоге поняли, что вообще, наверное, вопрос ставится неправильно. Они нас, так или иначе, взломают. Но можно ли построить такую информационную безопасность, которая меня, как, по сути, плательщика за всю эту историю убедит? А что для меня есть результат информационной безопасности? Что вообще есть результат информационной безопасности для руководства компаний? Вот об этом, наверное, сегодня поговорим. И какие изменения в индустрии и на рынке мы видим, я бы хотел это сегодня обсудить. И мне очень интересно это обсудить именно с нашим сегодняшним собеседником, потому что у Володи есть большой опыт не только проектов по безопасности, но и вообще по IT, по неправильности бизнеса, BCP, DRP. Потому что это все очень взаимосвязано и очень интересно. И, наверное, какой-то первый вопрос или какую-то тему для обсуждения, Володь, вот ты вообще как считаешь, вот в текущий момент времени информационная безопасность, это какая-то понятная ниша? или это какая-то взрывная история, которая находится на каком-то новом этапе, который будет меняться, индустрия прям изменится? Как ты к этому относишься вообще? Ну, Борь, смотри, я вообще на рынке IT, наверное, больше 30 лет, а на безопасности, ну, наверное, 25. То есть Jet там начал заниматься информационной безопасностью в 95, может, 4 году, я сейчас уже не помню. И для меня вот все эти 25 там по безопасности лет или 30 по IT, это же постоянные изменения. То есть как бы IT, а безопасность, на самом деле, еще в большей степени, это вот что-то такое очень турбулентное. Для меня, на самом деле, безопасность, как, не знаю, тема, как предмет, вот в текущий момент времени, она очень напоминает то, что было с IT на рубеже конца 90-х, может быть, начала 2000-х, когда на каждую задачу существовало, там, не знаю, 5, 7, 10 решений, там, да, была куча вендоров, которые пытались друг друга перегнать, было непонятно, кто из них реально выживет. И вот в безопасности сейчас происходит примерно то же самое. IT, конечно, за последние 20 лет гораздо больше стабилизировалось, но сейчас-то и она находится вот в таком переломном взрывном моменте, там, что, в общем, с моей точки зрения, революционном моменте. По безопасности я бы разделял три этапа. Нулевой — это вот где-то средина 90-х, может быть, до средины, чуть, может быть, дальше нулевых. Это отдельные фаерволы, шифрование каналов и килограммы, в общем, тонны бумаги. Там, да, политика безопасности, которые писались в огромном количестве, складывались на полки и, в общем, никогда больше не открывались. Где-то нулевые, вторая половина нулевых, может быть, минус там полтора-два года от текущего момента — это, в общем, уже широкий спектр проектов. Но при этом набор проектов, набор инструментария может каждый год меняться, ну, процентов на 50. И, не знаю, даже какое слово используется, скорее модно. Вот, в один год модно внедрять песочницы, на следующий год модно внедрять какие-нибудь ловушки. И вот сейчас самое главное — защититься отсюда, а вот теперь самое главное — защититься вот здесь. Самый лучший инструмент — вот этот, а теперь самый лучший инструмент — вот этот. И куча, куча, куча проектов. Они, с одной стороны, нередко скоординированы в программы по форме, но чаще всего не скоординированы в построении некой цельной единой системы. Отсутствие разговора о модели нарушителя, об угрозах, они идут, но на самом деле, вот то, что я вижу, что это все равно отдельные подсистемы. Отдельный фаерволл, может быть, где-то песочница, система мониторинга. В общем, ощущения цельной системы защиты, ну, скорее, нету. Но на том этапе, в общем, как бы и фаерволлы 20-летней давности, и вот эти системы последних 10-15 лет, они, в общем, свою задачу решают. Потому что безопасность – это всегда противостояние. В отличие от IT, где ты просто спокойно решаешь задачу, эксплуатировать свою систему, безопасность – это всегда конкуренция. У тебя всегда есть кто-то, кто пытается взломать, навредить, что-то добыть, вот. А с другой стороны, кто-то, кто пытается все это защитить. И всегда довольно сложно определить в безопасности, довольно сложно определить баланс стоимости защиты, вот, относительно ценности защищаемых объектов. Когда лет 15 назад мы начали заниматься задачей резервирования бизнеса на случай катастроф, все было существенно проще. Там гораздо проще просчитывается стоимость простоя, стоимость потери данных, вот. Гораздо проще просчитываются и очень короткий список технических решений, которые я могу применить. В безопасности все, особенно вот последние полтора-два, может быть, там, чуть больше года, все очень турбулентно. Постоянно меняются средства нападения, меняется тактика нападения. И что, наверное, самое неприятное, то, что сторона нападения стала бизнесом. Не только бизнесом, но и государственной задачей. Это вообще-то целая отрасль получается такая. Я не буду говорить про государственные задачи, вот, для меня, когда хакер становится, ну, что ли, это бизнес и ничего личного, вот. И это строго про деньги, включаются другие механизмы развития. Одно дело любители, желающие напакостить там, да, или что-то такое получить случайно. И другое дело, когда возникает систематически выстроенный механизм, ну, как любой другой бизнес, да, способ зарабатывания денег, вот. Ну, вот последний взлом colonial pipeline, ну, по сути, организаторы всего этого, ну, они же организовали уже marketplace, вот. В чистом виде, ну, просто вот уже там, не просто магазин, а продвинутый магазин, продвинутая форма бизнеса, вот. И, соответственно, задачи защиты становятся другими, вот. С одной стороны, точно так же, как и ты, я понимаю, что на сегодня предполагать, что ты можешь защитить свою территорию, и тебя не взломают, это абсурд. В смысле, тебя все равно взломают. Скажем, года два назад я бы еще сказал, что, наверное, есть какие-то люди, подразделения, организации, там, да, которые могут не считать деньги на безопасность, и, наверное, они способны создать вот такое, не знаю, непроницаемое вокруг, там, и снаружи, и изнутри, как стену бетонную, там, да, которую, в общем, наверное, за разумные деньги не пройти. Сегодня ощущение такое, что... Таких уже нет, да? Уже даже эти люди не могут предполагать собственную защищенность. То есть, фактически, ты должен исходить из того, что тебя взломают, и дальше ты должен быстро определить факт этого взлома и минимизировать ущерб. Отразить атаку противника и минимизировать ущерб. И надо понимать, что для меня, что ты должен развиваться, как минимум, немедленнее, чем те, кто тебя атакует. Слушай, ну, вот ты прям поднял очень много разных интересных вопросов, я полагаю, по порядку. Вот один вопрос меня прям тоже задел. Меня всегда поражало, насколько разнообразна, может быть, система информационной безопасности в разных организациях. И она прям зависит, по сути, от эксперта, от его подхода. Кто-то реально считает, что надо защищаться вот так, против этого кто-то вот так. И вот я думал, почему так? Почему так? Мне кажется, что в безопасности, в отличие от IT, просто очень гораздо труднее сформулировать результат. Вот так вот, с точки зрения вертолета. Ты когда-то строишь IT-систему, ты говоришь, система госуслуг должна обслуживать, так сказать, граждан в таком-то количестве, такие-то сервисы представляют. Или система документа оборота должна делать вот то-то. А вот сформулировать вот так вот емко задачу от всем безопасности, это очень непросто. И мне кажется, вот в этом и есть тот корень, что они строятся в итоге, очень полагаясь на этих экспертов, которые зачастую вообще не понимают смысла и целей руководства или бизнеса, или вот каких-то вот таких задач. Как думаешь? Я здесь, наверное, не совсем согласен, потому что, когда ты говоришь, вот поставлена задача, система госуслуг должна обслуживать граждан. А как ты определяешь, что она обслуживает граждан? Я гражданин, у меня не обслуживают ли они? Ты определяешься по реакции граждан? Да. Не по отчету того, кто эту систему построил, не по тестам, не знаю, не по приему задачным испытаниям. А вот граждане, они довольны или матерятся? Вот. А с безопасностью на самом деле то же самое. Ну, с чем я на самом деле на 100% согласен с тем, что ты говоришь, что безопасность надо тестировать. На самом деле в IT-то ведь то же самое. Если ты в IT строишь какую-то подсистему, которая нацелена на, не знаю, надежность, отказоустойчивость, восстановление в случае катастрофы или аварии. Вот. Единственное, почему ты можешь быть уверен, что она работает, это если ты ее регулярно тестируешь. Разумная организация переходит свои вычисления из основного в резервный центр, ну, скажем, раз в месяц. Слушай, а можно перебью? Я просто вспомнил, вот, когда вот эта история произошла с этим склонивом пайплайн, да, вот, вот, шифровальщики, да, вот, Гармен там они зашифровали, этих ребят. И всем понятно, что это прям ниша. Звумышленники сейчас прям начнут, я знаю, российские организации, которые не так публично свою деятельность, как бы, так сказать, показывают, но у них есть отдельная карточка, это прям госкорпорация, они прям платят, вот эти, вот, вот этим вот шифровальщикам. Я подумал, вот, в принципе, можно прийти, наверное, в любую организацию и сказать, вас же волнует такая история. Ну, наверное, волнует. Я подумал, я бы даже, наверное, не делал бы аудиты, наверное, взял бы партнеров, которые умеют заниматься восстановлением данных, и просто задал бы им 3-4 вопроса с точки небезопасности и с точки зрения восстановления. Потому что, мне кажется, и эта, и эта отрасль, они близки тем, что люди не понимают. Мне кажется, очень, у многих есть бэкапы, но восстанавливаться пробовали, там, мне кажется, единицы. И, вообще, мне кажется, вот в этом смысле, я вообще думал, может, делать какую-то такую, знаешь, что это услуга, а вот сказать, друзья, вот хотите быстро пойти, вот, там, ты топ-менеджер, тебя волнует, тебя могут застроить, нет, вот тебе 5 вопросов, и ты прям поймешь. Вот ты думаешь, это реально, или все-таки это такая более глубокая тема? Проблема в том, что, как устроена эксплуатация во очень многих организациях. Ну, во-первых, у всех бюджеты. И эксплуатация, она занимается эксплуатацией. Она решает, обеспечивает текущее функционирование организации. И вот эта работа всем сотрудникам эксплуатирующей организации, она понятна. Понятно, зачем я ее делаю. Вот я сделал это, я повысил производительность системы. Вот здесь я запустил систему, вот здесь я ее там проадминистрировал, добавил пользу. Это реальная работа, которая приводит к реальным результатам. Вот все системы, которые обеспечивают надежность, отказоустойчивость, восстановление, они в хорошо построенной эксплуатирующей организации подсознательно где-то начинают восприниматься как бесполезные. Потому что у меня ничего не ломается, мне не нужен бэкап. Уже два года не нужен бэкап. У меня хорошо организована эксплуатация, и у меня безбойно работает система. И действия, которые я предпринимаю для того, чтобы восстановиться в случае сбоя, я никогда этого не делаю. И подсознательно складывается ощущение, что может быть этого не нужно. Дисциплина в этом месте легко может просесть. С бэкапом очевидная, всем известная история. У нас есть как-то окно бэкапа. Мы должны уложиться, скопировать данные вот за это время, ночью. И об этом думают, укладываются, отчеты делают. Ответят на вопрос, а за сколько мы восстановимся? А вот этого вопроса не задаются, и никто не проверяет. Но никто, я внутреннюю, но многие не проверяют. И здесь не нужно шифровальщиков. Происходит реальный сбой, любой логический сбой. Это восстановление с бэкапа. И ты вдруг обнаруживаешь, что восстановление с бэкапа – это трое или четверо суток. А у тебя непрерывная работающая организация. У тебя, не знаю, организация, ты восстанавливаешь систему, на которой срона, не знаю, тарификация. Или, не знаю, обслуживание клиентов. И три-четыре дня, и никаких других вариантов. И это мы получаем безотносительно к шифровальщикам. Это просто на уровне IT. А как тебе кажется, вот просто сфера безопасности, она сложна тем, что, как правило, руководство, оно говорит, я денег даю, люди у меня на безопасность есть, и, наверное, у меня какая-то безопасность есть. И часто формально, действительно, безопасность есть, там, средства в ней внедряются. Но есть какие-то вопросы, по которым можно прямо понять, с точки зрения руководителя, а вообще какая у меня безопасность. Ну вот, 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 я это для себя, вот, у меня есть прям несколько таких вот, так сказать, бумажек. Вот, если ты приходишь в организацию, они говорят, у нас безопасность есть. Говорю, а у вас есть просто перечень сервисов, торчащих во внешний периметр. Вот можете дать прямо сейчас его. Не собрать, а вот, прям, покажите, если так вот они не дают, значит, у них нет безопасности, потому что они просто не понимают, чем они торчат в интернет. И, к сожалению, у большинства компании так и есть. А вот, с точки зрения восстановления, вот, допустим, я руководитель, я реально в восстановлении ничего не понимаю. У меня есть IT-службы, они что-то делают, у них есть какие-то системы бэкапа. Ну, какой мне вопрос задать, чтобы понять, а вообще я восстановлюсь, если что, или нет? Нет, ну, здесь как раз просто. Да. Должен быть отчет. Система бэкапа. Да. Что у вас бэкапируется, какие данные. Должно быть четкое понимание, а какие бизнес-системы обслуживают эти данные. Должно быть регулярное тестирование восстановления с этих данных. Потому что иначе вы просто, может быть, не можете быть уверены, что у вас отметка автоматической системы, а большинство бэкапов автоматизировано. Отметка автоматической системы бэкап выполнен. Да. Данные там на ленте оказались. А лента где сейчас? И были прецеденты, когда, например, ключ шифрования данных для бэкапа, большинство бэкапов шифруются, оказался лежать на том диске, который нужно восстановить. И ты без тестирования, ты таких кочаков не отловишь. Они всегда есть, это нормально. То есть сложная система, ты никогда не знаешь, как она будет работать, если не ты попытаешься ее использовать. Да, понятно. И реально это лучше делать часто. Часто, ну не знаю, что-то раз в неделю, что-то раз в месяц, но точно не реже. Иначе ты просто не можешь быть уверен, что те защиты, которые ты построил, в которые ты вложил деньги, что в тот момент, когда тебе это будет нужно, что они сработают. Да. Это не означает, что ты закрыл весь периметр. Ну хорошо, но ты создал какой-то набор страхующих конструкций. Я правда не знаю, какой был бэкап у Colonial Pipeline. Проблема в текущий момент усугубляется тем, что объемы данных выросли. Что традиционные подходы к построению систем бэкапов, они сейчас просто не работают. Что не существует способа быстро восстановить петабайт данных. Знаешь, когда мне пришла, вот ты сейчас говоришь. Вот есть разные способы разработки продуктов, да. Есть такой один из подходов, типа тест-дривен программирование. Когда ты, посмотри, что-то сделал, а потом ты тестируешь, и на основе тестов ты дорабатываешь продукты. У тебя тесты являются некой сути, ну, основой этой модели. Тут получается такое хакер-дривен секьюрити, да, или тест-дривен бэкап. То есть ты, у тебя тест, это не просто тест, а это некая твоя основа, формирующая, собственно, некий созидательный процесс. Ну, в IT все-таки подход более прямолинейный. То есть бэкап должен проверять тот же, кто его делает. В этом смысле, как бы, я знаю, где у меня что лежит, я буду восстанавливать, окей, там, моделирую ситуацию, и я восстанавливаю систему. Учусь, нахожу свои ошибки, исправляю, через какое-то время опять тестирую. С безопасностью, да, наверное, все-таки лучше это делать иначе. Ну, и, в общем, специализация разная. Люди, которые проверяют защищенность системы, там, пентесты там, да, я бы сказал так, они очень прагматично настроены. К сожалению, то, что я вижу во многих службах безопасности, там очень много, ну, не знаю, академизма во многих случаях. Да, понятно. Это не везде, но этого много. То есть построить концептуально правильную систему, систематически все разложить, вот. А нападающие работают не так. Не так, не так. Им не нужно, они ищут одну, две, три в известных местах слабые точки. Им больше не нужно. Им не существенно, что вы построили всеобъемлющую систему, им достаточно двух-трех дырок. Согласен. Слушай, а как тебе кажется, вот я слагаюсь с такой, по сути, как звать, психологической какой-то такой проблемой. Вот человек, работает в службе информационной безопасности, да, он что-то делал, он что-то строил, он эксперт. Вот, он уважаемый, да. Но в целом его систему можно взломать и нанести ущерб бизнесу, да. И у многих людей встает некая дилемма. То есть, как ему прийти и честно и прямо об этом сказать бизнесу, да. И многие боятся. Я знаю людей, которые отчеты не даруются там руководству, да. Кто-то не боится. Вот ты, вот если сейчас встать в тапки, вот ты как владелец бизнеса, да. Вот как тебе сказать, что к тебе, как к тебе должен прийти твой безопасник, объяснить, что у тебя есть проблемы, и ты нормально к этому отнесешься. Ну, наверное, сильно зависит от того, к кому вы приходите. Вот. Ну, ну, бывают люди, которые там первым делом, как это, убивают мессенджера. Да. Я хочу, чтобы мой и айтишник, и безопасник могли мне внятно объяснить те риски, которые я сейчас подвергаюсь. Чтобы на языке мне понятном. Если айтишник или безопасник не могут объяснить мне вот на понятном мне языке, начинают прибегать к там, не знаю, четырехбуквенным сокращениям, сленгу. Ну, скорее всего, это означает, что они сами не очень хорошо понимают, что у них устроено. Вот. Вот наукообразие для меня, скорее всего, это признак слабого понимания ситуации. Да, понятно, да. Я понимаю, что у меня всегда есть риски. Я хочу понимать, какой это риск. Я хочу понимать, какие мои объекты, какие мои ценности подвергаются рискам. Вот. Я хочу понимать вероятность реализации такого риска. Хочу понимать, какие есть варианты работы с этим риском. Потому что то, что мы вынесли из айти, вы не всегда… Риск – это риск. В смысле, он потому и риск, что он может реализоваться. Да. Вы не можете свести его вероятность к нулю. Да. Вот. Но вы можете очень сильно скорректировать, не знаю, возможные последствия реализации этого риска. Вот до смешного. Когда 20 лет… Чуть меньше, до 20 лет назад, когда загорело здание, в котором находился джет, мы вдруг поняли, что пожар – это не огонь, а вода. Вот. Да. Ущерб принесла… И ущерб нанесла вода, а не огонь. Вот. И чего, например, нам не хватило в нашем тогда ЦОДе, а стоило бы это копейки. И мы потом, когда работали с другими организациями, в это место показывали, что вот в ЦОД рулон сельскохозяйственного полиэтилена. Да. Чтобы быстро прикрыть стойки, вот, на которые сверху водопадом льется вода. Вот. И много еще таких мелочей, которые риск убрать не могут, но вот простоту, скажем, восстановления или там минимизацию последствий от этого риска могут скорректировать на порядок. Хороший тем. Да. И в безопасности такого тоже много. Ну, бэкап – это одно из. Да. Да, там, вы не можете застраховаться от шифрования. Вот. И я не знаю другого способа защиты, кроме бэкап, который, в общем, с точки зрения всех, это епархия не безопасников, а айтишников. Да. Вот. И, скорее всего, вот в этом месте ущерб находится в том месте, что в большинстве организаций, вот, есть айтишники, есть безопасники. И между ними, ну, если не пропасть, то, в общем, как бы это нейтральная полоса. Вот организации, в которых айтишники воспринимали безопасность как свою задачу, а безопасники айти как в том числе свою территорию, и они бы вот вместе решали, ну, хотя бы, чтобы безопасники приходили и проверяли, как устроен бэкап у айтишников, ну, я, в общем, даже, наверное, не назову. Наверняка есть, но... Да. Это вообще очень интересный вопрос. Ты знаешь, вот мы часто сталкиваемся с такой дилеммой, нам говорят, а где должна быть безопасность? Ну, по-моему, говорят, в айти или безопасность? Но, когда мы строили свою безопасность, то в итоге все-таки за безопасность стал отвечать я, который отвечает за бизнес, да, потому что я вообще легко понимаю бизнес-задачи организации, да, вот это все. И наш опыт очень интересный, когда мы реализовываем проекты, где безопасность является заказом первых лиц, то курирует это, как правило, не айтишный заместитель и небезопасный, а суть его бизнесовый. Потому что, чтобы по-настоящему вот защитить в той продиге, в которой ты говорил, когда топ говорит, я хочу прям понимать, ну, что мне грозит, что мне делать, чтобы этого не было, то человек должен прям, ну, во-первых, понимать, что делает прям организация и иметь, ну, волю и иметь потенцию что-то поменять в бизнесе. Вот, и в этом я вижу тоже какое-то такое, знаешь, нестроение, то есть вот, в соответствии принято, что вот эти люди отвечают, а мне кажется, лучше, чтобы вот эти люди отвечали. Ну, мы, видимо, недостаточно большая организация, поэтому и безопасник, и айтишник оба подчиняются мне. Вот, по крайней мере, информационная безопасность, руководитель информационной безопасности подчиняется мне, руководитель айти тоже подчиняется мне. Вот, ну, видимо, нам нет необходимости еще при этом размере иметь какую-то прослойку. Да, да. Но вот если мы говорим про большие организации, там, про банки, про телекомы, да, у меня есть ощущение, что вообще вот эта парадигма, она, ну, поменяется. То же самое, Гартин говорил, то там так, то так, то выделенный человек, который принято напрямую, я не знаю, но мне кажется, вот, у меня ощущение, что у первого лица есть, как правило, такой первый бизнесовый зам, и я бы ему бы отдавал бы, ну, даже не подчинял бы и бы, а вот задачу построить безопасность с помощью айти и безопасности, я бы прям ему отдавал бы. Вот, ну, вот у меня опыт такой хороший, скажем так. Вот, смотри, давай немножко, может быть, поговорим, у нас время еще есть, не так много, про бизнес. Вот, могу сказать свою точку зрения, мне кажется, что, у меня есть, как бы, два таких, знаешь, противоположных, что я вижу, тренда. С одной стороны, когда безопасность становится пунктом внимания первого лица, то проекты по безопасности с точки зрения затрат заказчика и, собственно, зарабатываемых денег индустрии становятся прям больше. С другой стороны, я видел и обратные примеры. Когда ты к безопасности подходишь именно с точки зрения, ну, сделать чего-то понятное для первого лица, то понимаете, что уже тратятся большие деньги, как бы, на безопасность, и большая часть там тратится, не понятно, на что. И бюджеты, скорее, не увеличиваются. Вот, как тебе кажется, в перспективе нескольких лет вообще безопасность, как индустрия, ну, там, прям, конкретно в России, она будет принципиально меняться с точки зрения оборотов, не будет? Какие-то, вот, ты видишь в этом смысле тенденции? Ну, я как-то плохо рассуждаю в терминах оборотов, и все эти предсказания, ну, всегда забавно посмотреть на квадрат Гартнера предыдущего года. Вот. Ну, в общем, наверное, из меня тоже не очень хороший предсказатель. Я понимаю, что поменялась, не знаю, суть безопасности. Явно совершенно возникает задача, я хочу понимать, возвращаясь, свои риски. На самом деле, первая дырка, которая у большинства организаций есть, они плохо себе представляют реальные, что реально в их организациях представляет основную ценность. Ну, или в каком месте ущерб будет наиболее болезненный. То есть, на самом деле, во что, в защиту каких объектов вкладываться в первую очередь? Потому что, с одной стороны, есть уровень гигиены в IT, в безопасности, который просто должен быть. Потому что, если его нету, то говорить о безопасности или, там, не знаю, об эффективном IT просто бессмысленно. Вот, там, есть какие-то вещи, которые должны быть просто сделаны, а не не обсуждаться. Ну, вот, если у вас в системе, не знаю, нету мониторинга в IT-шной, ну, бесполезно строить какие-то, не знаю, более продвинутые вещи. Но, когда вы идете дальше, возникает вопрос, а все-таки что вы защищаете? Вы не можете одинаково хорошо защищить, просто у вас денег не хватит. Ну, по крайней мере, у любой нормальной коммерческой организации обеспечить тотальный уровень защиты на уровне, не знаю, Министерства обороны, это просто физически невозможно. Причем даже не с точки зрения денег. Процессы сломают весь бизнес. То есть, любая безопасность, ну, пока мы не ушли с этого, а это всегда неудобство. Оно всегда мешает бизнесу. Я сам терпеть могу параллельно, если честно, вообще. А вот сделать так, чтобы безопасность стала неким цельной задачей, вот не набором отдельных систем. И вот движение в сторону соков, на мой взгляд, оно вот скорее такое объединяющее направление, которое позволяет уже не то, что даже построить, а объединить, создать единый взгляд на безопасность, как на задачу. Как защиту периметра, защиту внутри, защиту от социальной инженерии. Вот всего этого. И второй кусок – это диалог айтишников с безопасниками. Потому что, на мой взгляд, если кто-то выше этих двух явным образом не занимается их диалогом, это потенциально колоссальная угроза. Потому что у них противоположные задачи во многих случаях. И кто-то должен принимать решение, расставлять приоритеты. Они часто обе стороны технически очень грамотные. И имеют разные взгляды на то, как решать ту или другую задачу. Им нужен модератор. Причем модератор уважаемый, тот, к кому они будут прислушиваться. Чье решение они примут и будут исполнять, а вот ни с фигой в кармане уйдут делать так, как хотели до этого. То есть здесь вопрос не только того, что есть кто-то, кому подчиняется безопасность, и кто понимает бизнес. Это маст. Потому что вы защищаете бизнес. Если у вас нет диалога, и кто-то от бизнеса не убедился, что безопасность, понимает, что им защищать, не удивляйтесь, что они защитят что-то не то. У меня знаешь пример? Когда в 2017 году был Вон на край, то этот вирус залетел в одну крупную корпорацию и там распространялся. И люди накатили обновления, где уже эта ошибка была исправлена. Им надо было просто перегрузить сервер какой-то бизнесовый. А бизнес не разрешал им это делать, потому что вы безопасны, слушай, у нас тут бизнес. И безопасники не смогли убедить бизнес, что надо перегрузить сервер. В итоге сервер был возражен и лег там на несколько суток. То есть меня поразило вот это отсутствие внятого диалога в тот момент. Хорошо так вот сидеть и рассуждать. Здесь разумный руководитель, здесь разумный руководитель. Но очень трудно заставить даже прикладника говорить на одном языке, войти с инфраструктурщиком. Они часто говорят на разном языке. А безопасность, у них вообще свой сленг. Они вообще живут в другом немножко мире. И то, что они часто не слышат друг друга, не договариваются или тратят на это много времени, слушайте, ну это данность. Можно сколько угодно желать, чтобы, не знаю, говорить сладко-сладко, но если халвы нету, то вот извините. И я пока другого способа, кроме как, чтобы был кто-то, модератор, руководитель, куратор, который находится высоко в иерархии организации и очень близко к бизнесу, который понимает, что происходит, какова стратегия развития, что какое текущее состояние, каковы текущие риски в IT-безопасности, потому что они часто пересекаются в том числе. Потому что IT может... Про сервер, да, это конкретный пример, но инфраструктура IT-шная может быть построена так, что никакими средствами защиты за разумные деньги вы ее не защитите. И с точки зрения IT-шников она удобная. С точки зрения безопасников она незащищаемая. Известно, что известная точка зрения всех сетевиков на безопасность. Что такое там... Мы построили красивую, классно работающую сеть, пришли безопасники, поставили свои фаерволы. Ну, блин, как вы хотите, чтобы это работало? И вот они так вот ходят. Слушай, смотри, как тебе кажется такой тоже аспект, может быть, не технологический, а больше такой какой-то человеческий, вот безопасность во многом принимается как некий compliance. То есть вот есть требования, мы им должны соответствовать. Вот бумажка, вот вам бумажка. И это ведь, наверное, проблема не только в безопасности. Люди там покупают справки в бассейн, не делают техосмотр, покупают и т.д. и т.п. Но ведь, наверное, при всей силе регуляторов, наверное, невозможно заставить людей этим заниматься. Хотя, например, на Западе... В общем, мне кажется, у нас законодательство более даже как бы либеральное. То есть на Западе большие штрафы у тебя. У нас штрафы минимальные, да. И в этом смысле мне кажется, что вот как бы руководство зачастую не видит таких прям формальных необходимостей реально заниматься безопасностью, да. Но это вот для меня это значит какой-то такой вопрос ментальности. Ну, то есть мне кажется, ты не заставишь людей заниматься безопасностью. Ты не заставишь, например, людей заниматься там каким-нибудь импортозамещением, и если оно реально не будет этого хотеть. Ну и так далее. Вот. И сейчас, мне кажется, в обществе есть некая дискуссия. Вот все-таки вот мы точно понимаем, что мы сейчас, наверное, небезопасны. Так. Мы хотим быть безопасны. Так. Вот какой путь? Там, я не знаю, больше законов уголовной ответственности штрафы повышать? Или как-то людей воспитывать? Ну, это может быть там... Десятилетие идут на это. Боря, ты же понимаешь, что, к сожалению, формальное выполнение требований регуляторов, они выполнены. Вот есть требования, они выполнены. Вот бумажка. И вы пойдете проверять бумажку, и оно выполнено. Не, ну подожди, смотри. Вот сейчас законы персданных, да. Если персданные утекают, там копейки штрафов, они вообще никого не волнуют. Да. А если сделать там штрафы, там, не знаю, миллионы, миллиардные, да. Вот изменится ситуация или нет? Я думаю, что изменится, но это жестко. Но персданные персданным рознь. Как бы, я просто сейчас уже не вспомню, сколько раз в день меня просят поставить здесь галочку, что там ты не против, что твои данные куда-то попали. Это бред, да. Но это же часто ерундовая информация, которая доступна в интернете и так. И у этой организации на любую неформальную защиту, у них просто нет денег. Если мы на них наложим требования защиты моих персданных, ну не знаю, хотя бы на том же уровне, как, не знаю, в каком-нибудь на Западе защищаются медицинские карты, то там целый ряд бизнесов просто не сможет существовать. За те деньги, за которые не смогут организовать защиту, как бы никому не нужны будут их сервисы. Да. У меня же вопрос баланса в очень значительной части. Согласен. Я не вижу. Регуляторы, чем на мой взгляд хороши, они создают некий базовый уровень. Вот что там вроде типа уровня гигиены. Что вот меньше этого, ну по крайней мере, меня предупредили, когда мне говорят поставь галочку, тем самым меня предупредили, что я какие-то данные куда-то отдаю. И если мне не нравится, я в общем могу туда не идти. И вот для меня главный результат, наверное, в этом месте, что вот стоит галочка, и мне сказали, что вот я отдал данные, что они где-то там лягут, я могу их посмотреть. Мои фамилии, имя, отчество, там очень они меня волнуют, там телефон, который там привязан, электронная почта. Ну вот. Ну вот, все-таки смотри. Вот если мы начали говорить о том, что безопасность, вот я считаю, хорошо, когда она строится от, как бы, задач, которые идут от первых лиц компаний, да, когда вот я сам, как один из компаний, я информационной безопасностью заинтересовался, ну, несколько лет назад, да, вот так вот. А почему вот так вот? Знаешь, у меня был такой пример, я еще помню, сработая в одном, уважаемом, системном интеграторе, собственно, в ЖЭТе, вот. Вот, я ездил на проект, проект в одно, там, нефтегазовое добывающее управление. И мы там делали аудит. И, в частности, мне надо было прийти к руководителю и с ним пообщаться. Вот. И... Не падает что-то? Вот. И я помню, я пришел к нему, сидит такой мужик, у него шея хорошая, тут цепочка. Я говорю, здравствуйте, хотел с вами поговорить про риск информационной безопасности. Он так вздохнул, говорит, давай выпьем, налил коньячку. И смотри, брат, вот какие меня риски волнуют. Сейчас если прилетит тайфун, и вот все эти компьютеры, все эти ангары, вообще все вот это унесет, ну, я месяца за два это восстановлю и докачаю то, что у меня там не качается. Меня не то, что риски, так сказать, компьютерные не волнуют, у меня вообще риски вот такого плана не волнуют вообще. И я понимаю, что вообще руководитель, который интересуется, а какие риски его, так сказать, волновали, что просто его оттуда, так сказать, выпихну, да. И я понимаю, что руководитель, который интересуется рисками информационной безопасности, это руководитель, у которого других рисков стало меньше. Вот я лично, вот что меня волновало там многие годы, да, так сказать, наши продукты должны, так сказать, быть конкретно способными, да, там, трансформация продаж, партнерская сеть, устойчивый бизнес. И риски информационной безопасности для меня были там на, там, не знаю, там, в пятнадцатом месте. А когда я стал стабильнее как бизнес, они у меня поднялись в какой-то ранге. И вот сейчас, когда я прихожу к, ну, там, к заказчикам, к руководству, я прямо понимаю, что если человек в целом тем и заинтересован, я с ним легко найду общий язык. А если его кибербезопасность, ну, в целом не волнует, у меня не будет аргументов. Ему все равно, на шифровальщики, на примеры, там, я не знаю, пайплайнов и так далее. Вот, как тебе кажется, вот руководитель, который, ну, интересуется информационной безопасностью и, ну, готов хоть чуть-чуть у него вкладываться своим лишним временем. Вот, таких вообще много, мало, будет больше, меньше. Я думаю, что вот как раз прошлый год, он может очень сильно на это повлиять. Потому что вот вся эта удаленка, она для очень многих бизнесов, она так подсветила, а что сегодня для вас IT. Просто ситуация за последние лет 10-15, на мой взгляд, изменилась очень сильно, но, может быть, незаметна для руководителей. И IT-шная составляющая, она сегодня проникла гораздо больше. Потому что, да, для меня там важно, чтобы дом наработала там, да, для меня важно, чтобы там, не знаю, насос нефть качал, еще что-нибудь такое, чтобы пшеница росла там, да, свиньи не помирали. Вот, вопрос, а насколько это сегодня завязано IT? И вот за 10-15 лет ситуация, даже если домные старые, вот, даже если насосы старые, ситуация во многих отраслях, во многих бизнесах поменялась, причем настолько поменялась, что раньше рассматривалось, ну, есть критичные компоненты у системы, банковская система, вот, а есть, ну, так, офисная эффективность, да, Word, Excel, отлично. Вот сейчас люди уехали на работу домой, и не работа этого самого Word или Excel вдруг приводит к огромным простоям, вот. А задача решается вдруг драматически сложнее, вот. У вас есть виртуальные десктопы, так, чтобы это можно было обслуживать все централизованно? Это одна цена обслуживания. Вы должны обслуживать, не знаю, 5000 удаленных ноутбуков. Кто-то на даче со смехотворным каналом, кто-то на границу уехал, потому что им все равно удаленно работать. Кто-то еще где-то там, да, неизвестно где. И вы по телефону пытаетесь, как бы, объяснить, где там этот самый Anykey, и как это все, когда они все сидели в офисе, это решало, не знаю, 10 человек. Теперь они все разъехались, и вам не хватает 100. Вот. И многим руководителям вот этот кусок подсветился очень сильно. Хорошая мысль, согласен. Вот здесь развитие продаж, а вот здесь, не знаю, сервер, а уже нельзя. Они уже вот так, насквозь. Вот. Причем ты иногда уже не понимаешь, куда оно вошло, вот, до тех пор, пока оно вдруг не сломается. Интересная мысль. Много лет назад, когда мы планировали вот эти восстановления после катастроф, самый надежный способ узнать критичность той или иной системы… Просто ее выключить. Мы опрашивали, почти, мы опрашивали руководство, бизнес, собирали, десятки людей давали свои оценки. Вот. После этого мы приходили к администраторам айтишным и спрашивали, скажите, вот остановка какой системы, через сколько минут, часов там, да, к вам начнут звонить и с какого уровня. Вот когда заместитель председателя банка вам позвонит, это что должно сломаться? Скажите, вот эта система. Вот, а если вот эта сломается, ну, 2-3 дня нормально, вот. То есть, грубо говоря, ничего лучше вот реального тестирования в этой ситуации, к сожалению, там часто это невозможно сделать, ты узнаешь, когда оно случилось. Скажите, я тоже вспомнил, мы у заказчика тоже делали такой опрос, и они говорили, это всем нам вообще не критично, это может, ну, там, несколько дней может не работать. Ну, мы так опросили, а потом устраивали системы защиты и говорим, сейчас нам надо поставить там, так сказать, средства защиты и прервется связь. То есть, этой системы у вас не будет там несколько часов. Говорят, вы что, не-не-не, нам будут звонить, ого-го. Мы говорим, ну, вы только что говорите, что вам не важно. Говорят, нет, ну, нам не важно, но звонить-то будут куча народу. То есть, это прям, я прям понял, что действительно можно по-разному поставить вопрос. И вот твой вопрос, он более честный, важно, да не важно, но звонить будут. Значит, важно, значит, важно. Это прям хорошая тема. Ну, да, то есть, можно рассуждать о рисках с точки зрения ценности информации, там, потери денег, там, да. А можно с точки зрения, скажем так, потери конкретного стула конкретным должностным лицом? Тоже факт, да. И это, в общем, как бы для многих руководителей может оказаться существенно более значимым критерием. Да, факт, факт, факт. Слушай, у нас закончилось время, вот. В целом, мне очень всегда приятно с тобой разговаривать, я могу говорить часами. Вот, спасибо огромное, что пришел, вот. Я надеюсь, что наш разговор был интересен, вот. Ну, и нашим слушателям тоже спасибо, ребят. Спасибо. Все, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok